Подтягивания на низком турнике или австралийские подтягивания предназначены для тренировки мышц спины, плечевого пояса и рук. Выполнять их можно не только на перекладине, но и с помощью функциональных петель. В отличие от классического варианта выполнения подтягиваний, в этом упражнении очень легко регулировать нагрузку. Для этого достаточно менять высоту перекладины или угол наклона тела. Каким бы способом мы не выполняли это движение, оно всегда осуществляется за счет разгибания плеча, сгибания предплечья и приведения лопаток. Целевыми мышцами в этом упражнении всегда являются одни и те же мышечные группы, а именно широчайшая мышца спины, средние и нижние пучки трапециевидной мышцы, задние пучки дельтовидной мышцы, ромбовидные мышцы большая и малая и сгибатели предплечья. Разгибатели позвоночника и мышцы живота стабилизируют туловище. Мышцы ягодиц и бедер стабилизируют тазобедренные и коленные суставы. Чем больше наклон тела, тем больше нагрузка ложится на мышцы. Но наклон туловища относительно опоры это только одна переменная, способная менять нагрузку. Изменяя ширину хвата и угол отведения локтей относительно тела, можно смещать нагрузку на разные мышечные группы. Выполняя подтягивания так, чтобы локти двигались вдоль тела, мы максимально вовлекаем в работу широчайшую мышцу спины. Располагая локти под углом 45 градусов относительно туловища, помимо широчайшей мышцы активно работают задние пучки дельтовидной мышцы. Разводя локти в стороны, целевыми мышцами становятся задние пучки дельтовидной мышцы и мышцы, приводящие лопатки. Амплитуда движения в локтевых и плечевых суставах также влияет на активацию разных мышц. Чем больше движение происходит в плечевых суставах, тем больше работают мышцы спины. Если движение выполняется с большей амплитудой в локтевых суставах, то большую работу выполняют сгибатели предплечья. Положение кистей на грифе меняет нагрузку на мышцы рук. Несмотря на то, что при сгибании локтя работают одни и те же мышцы, плечевая, плечелучевая и двуглавая мышцы плеча, разный хват помогает по-разному перераспределять нагрузку между этими мышцами. Выполняя движения пронированным хватом, сгибатели локтя вносят одинаковый вклад в это движение. Обратный или супинированный хват позволяет в большей степени активировать двуглавую мышцу плеча. При узком хвате активнее будут работать плечелучевые мышцы. Самые распространенные ошибки при выполнении австралийских подтягиваний это отсутствие стабилизации тела, дополнительные сгибания и разгибания в тазобедренных суставах, лишние движения плечевым поясом, а также дополнительное сгибание и разгибание позвоночника.